Посмотрим, что там происходит. Я обещаю за это время попытаться максимально почитать твиттер, вообще что произошло, как организаторы планируют действовать вообще дальше. Потому что, если честно, я не знаю, что на их месте я не буду делать, потому что без стрима. Да-да-да, 16-11, уже финальный счет, видите, Big обыграли Cloud9, там все радуются, чего-то делают. Вот за кулиси нам наконец-то показали. Что там? Провести аналитику этой встречи? Ребята, Big бились просто как львы. Berlin International Gaming в таких условиях, что нам показывают? Статистика. А, стата, ребят, Петрик поднес статы. Давайте всех уже показываем. Включите микрофон, давайте анализировать встречу в конце концов. Ой, подожди. Не-не, стой-стой-стой, ламповый стрим закончился. Ребята, пошел стрим официальный. Все, превращаемся в официальный стрим опять, вернулись. Шаг влево, режиссер на меня орет. Привет из Караганды. Хорошо стоим. Вроде все окей. Я, наверное, единственный, кто видел... Сейчас, смотри, перебивка. Серега, можно перебивку? Давай. Прекрасная игра, друзья. Клауд Найн уступили ребятам из Биг. Это была невероятная встреча. Столько эмоций, такие хедшоты. И вообще все, что происходило в этой игре, я не забуду никогда, честно. Прекрасная игра. И сейчас мы проанализируем ее в нашем составе. Александр Петрик, Алексей. Знаете, этот одинок, он смотрелся на одном дыхании. На одном дыхании. Честно. Какая игра? Какой скилл? Были некоторые ошибки со стороны Клауд Найн в первой половине. Вы не заметили? Это фатальные ошибки. Действительно. А в конце, когда они были так близки к камбэку, особенно при счете 16-10 на 27-м раунде игры, там что-то такое... Фатальные ошибки. Фатальные. Там был личный фейл от Шрауда, который забыл установить драйвера Nvidia на свой компьютер. И ты знаешь, с чем это связано? Вот все-таки это недостатки подготовки Клауд Найн. Как можно допускать такие ошибки? Это нервы. Это нервы, да. Все-таки да. Ребята, конечно, давно не были на мейджорах, проблемы вот в этом плане. Да и, по-моему, ответа тоже можно было подумать. Все-таки инферно, не лучший выбор, как мы видели во второй половине особенно. Последний раунд — это какое-то страшное... Это страшное слово. Что творил Тапсон? Вот если бы я знал, что творил Тапсон, но наверняка он просто творил какие-то вещи. Кстати, есть подозрение, что Тапсон реально рулит. Внимание! На таком мейджоре статистику можно показывать только так. Итак, внимание! Статистика этой игры... Да ну, ребят, ну давайте кошерно показывать с телефона. Да что это за статистика вообще? Не-не-не. Вот сейчас, оп. Только так. Сейчас фокус. Идеальное преступление, идеальная статистика. Идеального матча. Идеальная статистика идеального матча. Ну мы можем, в принципе, раунды смотреть, да? То есть есть демка. А давайте посмотрим... Есть статистика. Давай последние раунды досмотрим игры просто! Конечно. Давай досмотрим. И сами прокомментим. Мы же аналитики. Мы аналитики. Мы проанализировать заодно вообще походу. Не включается демка, Серег? Ну... Она... А, не качается. Ну ничего. Ничего. Может быть. Но судя по тому, что мы там видели, там краски Тапсон раздал, да? Правильно я понимаю? Ну и вообще, в целом у него 28 фрагов за этот поединок. Аутематика 30, но это не помогло его команде. Но тем не менее... Тысяча чертей. Я помню тот раунд, который мы видели один из немногих, по факту, где Тапсон просто красный запрыгнул на плент и дал три хедшота после того, как он уже был красным, по факту. Притом с такой ситуацией, в которой, казалось бы, все мертво. Сейчас ребята обещают нам хайлайты. Хайлайты того, что было. То есть ты имеешь в виду, как я разговариваю с людьми и... А давай, что, хайлайты, ребята. Так принято. Нужные ответы. После каждой игры мы показываем хайлайты происходящего. Сейчас сервера повтора мы покажем вам немножечко того, что происходило в зале. Петрик, говорят, у тебя элитнейший телефон. Да, это новая передовая модель, ребят. У меня, кстати, вопрос. Вы подали сундуки, когда ты отвечал на вопрос? Не знаю. Не знаю. Мы были привязаны. То есть у нас там абзерверы были по-прежнему. А, нет. Скорее всего, нет, потому что абзерверы были на сервере, а сервер лежал. Кстати, сундуки могли падать в этот момент игрокам. Они же были на сервере. Конечно. Я думаю, что ради этого все и затея. Для этого они играют. Просто драгон лоры вот так. Ребята, я ухожу из ваших… Пока! 12 тысяч драгон лоров. Ребят, we are so sorry about that. К сожалению, так получилось. Но давайте сделаем так. Мы все-таки уйдем на паузу, да? Нет, тебе явно нужно… Нет, нет, нет. Хорошо. Давайте быстренько… Турнирную табличку, может, посмотрим. Да, турнирную таблицу. Слушай, у нас же мы же занесли уже результат. Молодец, Петрик. Молодец. Видишь, у меня же старый уже мозг не так хорошо работает, как раньше. Вот. Ну, турнирная таблица-то у нас вот таким образом теперь выглядит. Команда B.I.G. нынче в лидерах этого чемпионата. Алексей в программе 2,5… Нет. Предлагает не вспоминать эти вещи. Но он предлагал… Ладно, не будем вспоминать эти вещи. Он ставил 0,3 на биг. Значит, 2,0 пока биг идут на этом чемпионате. Видите, 2 победы у них, 0 поражений. Cloud9 попали в группу команд, у которых по одной победе и одному поражению. Там же, где и Na'Vi, там же, где и Mouth Sports. И там же, где и окажутся проигравшие следующих трех матчей на нашем чемпионате. Я очень надеюсь, что мы их сможем увидеть. Вот я надеюсь, что следующий матч мы точно сможем. Что следующий матч мы точно сможем, потому что к бигу-ту такой нельзя пропускать. И мы можем стримить пиратский стрим, да, пиратского стрима, как ведется пиратский стрим, но все равно хочется посмотреть на эту игру. Да, и, собственно, сегодня нас ждет, помимо матча G2 и Gambit, еще невероятное сражение между SK и Astralis. Ну и на завершение дня просто тоже L-классика, VP Fnatic, противостояние старых друзей Паши и Олафа. Да и вообще, в целом, неймтеги такие легендарные. Три матча осталось великолепных. До сих пор не могу успокоиться, что такие, какие последние раунды, ребят? Такого инферна мы не видели давненько, не видали. Это украшение мейджора, вы знаете, украшение. Причем самое главное, что именно эту игру я посоветую людям пересмотреть на нашем ютубе. Чтобы хотя бы и увидеть. Чтобы вы лишний раз пересмотрели то, до какой степени это было эпично. Ну как же так? Это же мейджор. Это же, это серьезный турнир. Люди готовятся к нему по полгода. Готовятся к нему по полгода. В этом матче можно было спокойно полить тактики. Их все равно никто никогда не увидит. Так и было все. G2 просто все увидели. Хорошо, друзья. Очень надеюсь, что у нас начнется следующая игра по расписанию и пройдет в привычном для нас режиме, когда вы будете видеть не меня, а КС. Потому что именно за этим, я надеюсь, вы приходите на наши стримы. Я, наверное... Что, Сергей, простите? Хайлайты. Смотрим. Потрясающие хайлайты матча, захватывающего, зрелищного матча Cloud9 против Big. Нет времени объяснять, когда есть хайлайты. Big. Нет времени объяснять, когда есть хайлайты. Ну вот первый пистолетный раунд был выигран в великолепной манере командой Cloud9. Но, к сожалению, B&G, кстати... Я просил повторить раунд второй. Это тот форс, который выиграли B&G. Там была невероятная закидка. Если кто-то когда-то сможет найти демку этого матча, то вот именно второй раунд этого поединка, наверное, был самым красивым из тех, что мы как минимум видели. Вот. Ну и видим мы по нарезочке, что... Первый раунд это было все. Первый раунд это было все, что получилось взять у американцев. Да. Аутиматик старался, но даже... Кстати, даже Аутиматик не убивал. Не убивал, да? Вот сколько там, 50-60 хп у него спас после того, как Аутиматик выстрелил в него полубойма в спину. Да. И вот агрессивный момент был от Скадудла. Мы это уже, мы это видели на трансляции. Тут, в принципе, он минус 4 дал. Ну, просто шикарно имел все шансы сделать. Минус 5. Вот пошли уже хайлайты с стрима G2. Ну, тоже такая... Такой моментик. Лайф-лайф. И все. Пам-пам. Насмотрелись. А нет, хайлайты хорошие. Игра была хорошая, опять же, напомню. Так, друзья, все-таки, простите, но перерыв необходим. Мы за это время поймем, как дальше будут развиваться события. Я обещаю вам сейчас связаться с Краковым. Кстати, вот вы смеялись над Сашей. У меня тоже телефон топовый, как вы видите. Поэтому вам огромное спасибо. Короткая реклама. Вы там хотели посмотреть «Джимми две куртки», посмотрите на канале Акс Раша. И, наверное, минут через 5 мы вернемся, потому что уже сделаем аналитику следующей игры, обсудим, что вообще происходит в Кракове. Увидим ли мы игры, потому что я надеюсь, что увидим. К тому времени у меня будет информация. Спасибо, ребята. Вы лучшие.